Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас сегодня среда и я забираю наши награды за турнир. Лига мастеров 2 звезды, к сожалению ребят не успел я перейти на 3 звездочную, но 45 ДНК на Крэнга мы заработали, хотя они мне не нужны, если честно. ДНК на Крэнга мне не нужны, потому что Крэнг у меня ребята заработан полностью, но не знаю есть ли смысл рвать свою пятую точку ради, ну давай давай все равно ребят нам надо до понедельника попадать в Лигу Мастеров 3 звезды, а то я вообще расслабился так скажем и начнем прям с самого начала. Так сегодня среда, сегодня и пятница, поэтому у нас кроме арены сегодня ничего в принципе и нету. Я даже вот так вот ребята сделал, оп, автобой рулит. Прекрасно. Кстати вы в курсе, что в Палворд собирается внести ПВП режим, ребята? Прикинь? Это то есть мы, хранители монстров, ловцы монстров, будем драться между собой, естественно применяя этих самых. То есть это разнообразит игру, но любителям, как бы это сказать, ну я бы сказал так ребят, если они будут делать ПВП и ПВЕ, то я бы сделал как ребят, я бы наверное разделял бы все таки сорваки, как вот во многих играх есть, да, европейский, азиатский. Потому что если, например, они воткнут туда европейский, азиатский, я думаю, что азиатский ребят будет рулить по полной программе. Это сто процентов. Там такие задроты, что мама не горюй, там их хер переплюнешь. Это уже проверено практически во всех играх, ребят, во всех онлайн играх, в которых есть корейцы, китайцы. Там просто делать нечего, они, да, ну мало того, что они, ребята, вот это, вот всякие там боты, хероты там, все, они еще, ну чистой воды задроты, ребята, чистой воды. Они просто сидят и задрят, задрят, задрят эту игру там до посинения, блин. Ботоводы они тоже, блин, не кислые, поэтому играть против них, естественно, нет смысла. А так, было бы неплохо. Ну, я боюсь, что там, конечно, очень много будет недовольных, потому что, прикинь, твое жилье где-то находится, туда пришли. Я не знаю, если, если там не будет режима такого, что твое жилье можно уничтожить, то это хорошо. А то, прикинь, как в Расте, да, делаешь, делаешь, делаешь свою хибару, там пришло мурло какое-нибудь просто и разнесло его, твои покемоны даже не помогли тебе. Вот, это ладно, если мурло одно пришло, а если придет, извини меня, с рейдерской командой, то, соответственно, там все в щипке. Ладно, будем ждать вот этого нововведения. Посмотрим, друзья мои, что у нас из этого получится. Ну, а пока, пока я буду потихонечку, ребят, ловить новых монстриков. Естественно, играть в новенькие игрушечки, не забывая про них, потому что в конце февраля у нас выходит одна игра. Не знаю, насколько, ребят, она хороша. Как она там переводится? Может ли быть рай на земле после зомби-апокалипсиса, что-то типа такого? Вот. Не знаю, может быть, демку поиграю. Демка есть в свободном доступе на стиме. А так она выходит 29 или 28 февраля. Ну, тут опять же, ребята, вышло второе DLC у нас для этого. Скажи, я скажу. Для Atomic Heart. Так оно, говорят, короткое. Я даже не успел это... Я не успел даже, ребята, его скачать. Его уже некоторые прошли. Поэтому оно оказывается очень короткое. На два часика, говорят, там все. Но в любом случае пройти все равно надо. И будем ждать уже третье DLC, которое должно быть более-менее таким, скажем, разумным. Насколько я понимаю, уже как бы имея под собой какую-то определенную логику. Какую-то, не знаю, конечную, наверное, развязку этой игры. В общем, не знаю, сколько нам придется ждать этого третьего DLC. Но, надеюсь, скоро появится. А пока мы идем с тобой ровно. В черепашках автобой все решает. Пока, ребята, 29-27 ранг. Естественно, против моих 56-х у них шансов нет. И мы с тобой их бомбим. Вот здесь бы, конечно, Леонардо мог бы лучше бросить флакон. С запретом на хилл. Он бы нанес очень много урона. Большинству врагов. Ну, вот зачем вот здесь вот, например, зачем здесь Леонардо взял провокацию? Для чего? Для чего он здесь ее взял? Только одному ему известно. Так, а мы с тобой только в элитке. Дай бог нам дойти с тобой до Лиги Самураев. До Лиги Самураев я уже молчу, ребят, про трехзвездочную Лигу Самураев. Хотя бы вообще туда попасть. Потому что такими темпами, как мы с тобой двигаемся, шансов у нас все меньше и меньше. Вот. Очень мне понравилась игруха, ребят, которую я играю в Юниверсию. Блин, конечно, игруха шикарная. Много, конечно, в ней косяков. Многих косяков вы не видите, потому что я их не выкладываю. Я просто-напросто перезаписываюсь и начинаю со старого листа. Так же все никак не могу, ребята, дойти до определенного места в игре Режь и руби Безумный мир. Тоже там, блин, завис. То у них серваки упали, то еще что-нибудь. Пока... У меня вообще такое ощущение, что, ну, ребята, как бы в какой-то еще некой такой разработке. Потому что недавно был челлендж в игре там какой-то. Я зашел, там вообще невозможно было играть. Глючит, виснет все. Либо игра недоделанная, либо они неправильно что-то... что-то туда неправильно внедрили, что, ну, просто невозможно было играть. Так что... Все будет... Надеюсь, все будет у нас хорошо. Так, ребята, элита две звезды. Ранг у нас... 91-й. 13-15, конечно, я возьму. Чего тут думать? Так, мы уже почти... Мы уже, ребята, приблизились к нашим 60-м рангам, а противник до сих пор 27-й, 28-й. Ну, как-то... Как-то не... А, нет, ребят. Уже 33-32-й. Но все равно это слабенько. Почему не делать такие? Вот когда можно было бы здесь сделать вполне, ребята, массовую атаку? Например, Монда Гека мог бы бросить флакон. Леонардо, предположим, мог бы сделать огненную волну, но они этого не делают. Они предпочитают, ребята, просто ломать им челюсти. Один на один. А вы мне не дадите 13-15? Есть, есть, дают. Вот, мы сейчас уже... Да, ребята, у нас уже, как видим, Баксер Муха 60-й уровень. То есть сейчас пойдет тут все по полной программе. У нас, ребят, сегодня тридцатник мороза было. Завтра, говорят, по-моему, чуть ли не до 35. Люто, люто. У многих даже машины не завелись. А мне завтра еще и на работу идти. С утреца. Хотел мне на больничный пойти, ребята, с плечом. Я уже говорил вам, плечо у меня что-то болит. Жутко очень. На работе то ли сорвал его, то ли надорвал что-то. Не знаю, очень сильно болит. Вот, и этот. Думал на больничный пойти. Что-то так лень было куда-то идти, вставать. В общем, придется завтра идти на работу и мучиться с этим плечом. Надеюсь, обойдется без нагрузок каких-нибудь. Иначе я просто боюсь хуже сделать своему плечику. Так, ну что, ребята, 33-31. Они не двигаются вообще с места, понимаешь? Они не двигаются. Они как стояли на своем уровне 30-31, так и стоят. А я уже, извините, ребята, 60, уже 70-ники даже. Вон, смотри, Шреддер 70-го уровня. Что-то совсем нехорошо все. Так. Отлично. Все. Кабана, кабана, ребята, ушатали. Да, под вопросом лига Сабураев у нас. Но, тем не менее, я не буду отступать и сдаваться. Буду продвигаться дальше вперед. Погнали. Так, Паукус плюс Змейка Вьюн. Довольно неплохая комбинация. Если бы они, например, делали бы сразу бы свои массовые атаки, уже бы давно бы эти орлы лежали бы кверху пузом. Так, Донни, значит, сделал защиту. Я думаю, защита это не поможет им. Да, Тимоти запинал. Ну что же, мы тогда двигаемся дальше. И переходим на 40. Ой, наверное, 40 там. А, 34. Ну, нормально. 34 ранг. Тоже неплохо. 13-16. Мы с тобой уже семидесятники, они только лишь 36 уровня. Вся игра получается у нас на автобое. Вот, Карайка, нафига ты это делаешь? Ну, ты же видела прекрасно, что на нем стоит постепенный урон. Можно же было бы... Вот они... Вот заметь, бот как поступает, ребята. Он если берет одного кого-то конкретного, он его и добивает. Они не... Как бы у них не запрограммирована такая фигня, если, например, на персонажа висит постепенный урон, то его можно не трогать, зная о том, что он надуплится на следующем ходу. Надо... А им надо вот обязательно его добить. Ну, что ж поделаешь? Вот такая вот, ребята, контелька. Раз, два, три, четыре, пять. Или вот у них тоже другая такая вот мания, ребята, когда остается один персонаж, на нем применять супер-атаку. Ну, смысл. Давай-ка я, наверное, так сделаю, чтобы не мучиться здесь долго. Изи-катка. Согласись. И враг ватный, и наши тут уже сильные, поэтому... Ну, Лига Самураев может быть максимум, ребята, две звездочки. Максимум. Выше вряд ли. Давай, возьму кренга. Раз. Так, 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 так сделаем. Это уже элитные бойцы идут, поэтому... Естественно, ребята, они идут в тресек. Сейчас Алапекс просто... делает свою... отличную атаку массовую, и они валяются. Алапекс-то у нас... Мы ее прокачали, мы же ее до соточки качнули, качнули. Скиллы на седьмую ступень прокачаны. Так что... Рвет и мечет. 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, и, судя по всему, там еще, ребята, остается у нас два... Максимум. Да, максимум два. Один... Один-два поединка. Ну, давай массуху сделаем, они все упадут. 37-38 уровень для нас. Вообще здесь роли не играет. Ну, что же, Лига Мастеров... Ой, Мастеров, ничего себе, Рэйчик, ты загнул. Лига Самураев уже, ребят, готова. Лига Самураев, я имею в виду, две звезды. Вот сейчас, после этого поединка, мы уже перейдем с тобой на новенький, свеженький ранг. Погнали. Идеально. Так, 84-я позиция. Раз, два, три, четыре. Все, это последний поединок у нас на арене. Сейчас мы их там разнесем в пух и прах. Пах, поехали. Одного удара зэка хватило. Так, и двигаемся дальше, друзья мои. Все, 68-я позиция на Лиге Самураев, две звезды, ребят. Так, здесь забираем пак. Макман, да? Угу. Так, и у нас ежедневки. Ну, начнем, естественно, ребята, с серии испытаний. Серии... Ой, куда это я? Так, 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 так. И вот так. Их, сейчас бомбанем. Ну что? У них, как всегда, ребята, всегда они почему-то ходят первыми. Здесь, знаешь, что проблема? У нас... А, нет, у нас есть хил. Я уже думал, мы хила не взяли. Хил есть. Я не забыл, что данного у нас супер-хиллера. Ну, бомбочка дзека не сработала. И вот она, последняя волна. Давай трой... Ой! Зачем ты тройный удар на консервную банку-то потратил, Рэй? Надо было бомбить вот этого шитика. Угу. С постепенным уроном. Красотища. Все? Легче легкого, да? Сонесись. Такс. Ну что же, мы с тобой берем здесь награды. Ну и, как обычно, ребят, переходим на... Так, вот здесь вот я разберу. Значит, остановились мы на Рафаэле оригинальном, да? Два новых уровня сделаем ему. Так, для того, чтобы прокачать нам пятую ступень, нам нужно еще три геймпада найти. Ага, один есть. Так, второй нашли. Ну... Ну... Пожалуйста, дайте мне третий. Да не джойстик мне нужен, мне нужен геймпад. Я так рад. Я так рад, что мне не дают этот геймпад. Кавычки, друзья мои. Ну, трэш. Ты посмотри. Нет, не хотят. Нет. Какой тебе геймпад, Рэй? Да вы серьезно, что ли, блин? Дали, ребята, дали последний. Тут еще 3D-очки нужны. Фиг знает, сколько там штук их нужно. Сколько там? Дофига их нужно. 10, по-моему, да? 10. Потом шляпы с напитками и наушники. И там 14, и тут 18. Зашибись, ребят. Офигеть просто. Такс, ну что у нас в испыталке, ребят? Усаги. Я думаю, что усаги уже у многих есть. И тут у нас будет дух. Платиновое событие. А у меня, по-моему, все, друзья. Да. Ну что же. Сегодня закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.